А вот какие черты, что ли, преобладают у русского человека? Русский народ вообще странный такой. То есть не понять, да? Да, его трудно очень понять. Говорят, что история периодически повторяется. И хотелось бы, чтобы в смуте нашего времени мы все же обрели себя. Держаться ко мне, чтобы стоять, казалось бы, нет ничего проще. В действительности же нет ничего сложнее. Но никуда мы от себя не денемся. Ведь и самое главное, не предать самого себя. Конечно, эта идея интернационализма, как эта идея была поставлена, так сказать, в ленинских, например, работах, она как раз показала, что тот интернационализм, как он там был, помнят, он не прижился. Просто это утопическая идея. Во всяком государстве и во всякой нации есть периоды восстания, преображения, и есть периоды спада. И всякий раз, если нация, если наш национальный характер особен воспрять, значит, честь ему и хвала. Есть этот отклик на чужую боль – будет возрождение. Нет этого отклика – не будет возрождение. Человек начинает осознавать себя как личность с трех-четырех лет. Народ осознает себя как нацию несколько позже. Попробуйте воспользоваться теорией колесика и винтика и внушить ребенку, что он один из. И вы увидите, что из него в лучшем случае выйдет посредственность. Попробуйте применить тот же принцип к нации. И вырастет поколение типичных представителей. Мы – отрезанные от прошлого. Не помним сейчас многого. Ребята, а вот как вы думаете, что такое русский характер? Русский характер? Не знаю. Даже без понятия. Как это понимать? Русский характер – что такое? Вы знаете, девушка, я даже не слышу. Честно говоря, я не знаю, русский ли я на самом деле, хотя по паспорту – да.